Клетки состоят из частиц, из сперментов. И это всё вы, каждый вы. Но что создаёт внутри вас ваше внутреннее состояние? В первую очередь то, что вы чувствуете и то, что вы думаете. Люди очень мало уделяют этому внимания, но именно это и является их истинной природой. Как только вы начинаете контролировать свои мысли, контролировать свои чувства — это датчики, которые вас связывают с тонким духовным пространством. Тут же вы начинаете выстраивать и выравнивать свой уровень жизни. Я не говорю, что это просто. Наверное, это самое сложное, что может человек контролировать мысли и контролировать чувства. Почему это так важно? Многие из вас, я вижу, сидящие в зале, много читали книг, хороших книг. Книг, которые учили вас добру, учили определённым уровням вашего внутреннего состояния, то, кем вы являетесь. Многие из вас имеют даже механизмы, но немногие из вас соответствуют всему тому, о чём вы учились, что вы читали, к чему вы стремились. Вот самый важный, самый главный, самый нужный ключик к вашему счастью. Знать — это хорошо, это одно. А вот осознать и сделать, соответствовать внутренним состояниям — вот это самое сложное, наверное, для каждого человека. Но как только вы начинаете так жить состоянием соответствия, тут же ваша жизнь меняется, быстро меняется, быстро. И вам не нужно ждать годы. У нас есть здесь сейчас учащиеся, которые за год выровняли свою жизнь. За год. Что такое год для жизни? Это много или мало? Подумайте, каждый из вас. Для одних это уже много, а для других это так мало. Друзья мои, да, нужно время, на всё нужно время. Но время без знания — ничто. Его даже не существует. Время, знания, пространство — это единая структура, система, которая взаимодействует вместе с вами. Как же научиться соответствовать тому чистому, духовному? Как соответствовать радости, счастью, любви, если сейчас, в данный момент, вы такового состояния жизни не имеете? Друзья мои, вы не можете получить то, что вы хотите, но вы всегда получаете то, что вы чувствуете, что вы чувствуете внутри. Вот даже если сейчас нет у вас денежек, представьте и начинайте жить. Вот вызовите внутри себя состояния, когда они уже есть. Есть уже. И вы увидите, что очень скоро начнут складываться обстоятельства, где вы будете иметь денежки. Правда? Правда, друзья мои. Да столько денежек, что хватает на всё. Правда, Света? Так. Вот. Друзья мои, но это нужно взрастить в себе по-настоящему. Вы скажете, Боже мой, ну как же я могу себя обманывать, если их сейчас нету, этих денежек, а я буду говорить, что они есть. Это же самообман. КОНЕЦ